Привет, меня зовут Хатуна и мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Юнистрим подпал под американские санкции. Для 112 тысяч россиян, по официальным данным, осевших Грузии после начала войны в Украине, это очень плохая новость. Местные банки и микрофинансовые организации убирают платежную систему из своих сервисов. Юнистрим больше не доступен в TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, Credit Bank и далее по списку. Легальные пути и выводы средств для граждан России сократились до двух вариантов. Это «Золотая корона» и «Контакт». Впрочем, владельцам карт банков Тинькофф, Сбербанк и Альфа-Банк «Золотая корона» вот уже несколько месяцев тоже недоступна. Согласно статистике за 2022-й, из России в Грузию было переведено рекордных 2 миллиарда долларов. Северный сосед занял первое место среди стран, откуда в Грузию поступало больше всего денег. 111 миллионов долларов из указанной суммы были получены через Юнистрим. Грузия не вводила собственных санкций против России, но придерживается режима международных финансовых ограничений. Спустя несколько дней после того, как российские войска вошли в Украину и был принят первый пакет санкций, Тбилиси к ним присоединился. Если говорить о банковском секторе, то на сегодняшний день Грузия не работает с подсанкционными банками. Соблюдает ограничения на денежные переводы, установленные системами денежных переводов. Контролирует все транзакции. Позволяет делать переводы в или из России только в том случае, если плательщик или получатель или его банк не находятся в списке подсанкционных лиц. Эксперты считают, что отсутствие Юнистрима в краткосрочной перспективе повлияет на экономику Грузии, которая сильно зависит от денежных переводов. Так, три года назад страна заняла 23 место в мире по соотношению денежных переводов к ВВП и второе место среди стран восточного партнерства. Проблемой долгосрочной же с исчезновением других путей может стать тотальный транзит денег через криптовалюту. То есть вся часть экономика, которая позволяет сейчас анализировать и судить о том, что именно происходит в Грузии, кто приезжает, сколько транзакций осуществляет и какого типа бизнес ведет, попросту уйдет в тень, что, само собой, не может быть хорошей новостью.